Здравствуйте! Сегодня я снова продолжу тему определения времени, может быть чуть-чуть определения пространства и потом какие-то намётки к определению сознания и мышления в том же русле. В прошлый раз я дал определение, но в общем там осталось много вопросов, было задано много вопросов справедливых, и я не на все из них нашёл ответ. В первую очередь просили, скажем так, вывести это определение из каких-то предшествующих шагов. То есть было сказано, что время есть форма отношения сущего к самому себе. Ну, вопрос стоял в том, а что же было до этого? Скажем, это определение у Гегеля возникает уже после того, как введено понятие количества и качества. Казалось бы, большой кусок пути предшествующий, он пропущен. Возможно, это действительно так, но сейчас я пока ещё не готов по-прежнему восстановить этот путь, начать там от какого-то бытия, небытия. Я вообще не уверен, что это нужно делать таким образом. Но так или иначе чувствуется, что какие-то предшествующие шаги проделать нужно. Ну, как минимум, нужно прояснить хоть как-то те понятия, которые я использую, например, сущие, например, отношения. И вот это я чуть-чуть попробую сделать. Это первый момент. Дальше я постараюсь это определение как бы расширить, показав, почему именно оказывается, что таким образом определяя время, мы определяем именно время. Почему это отношение сущего к самому себе оказывается именно временем, а не чем-то иным. Вот. Ну и после поговорим немножко о пространстве. И тут я наконец-то смогу вам что-то сказать по поводу тождества и различия. Этот вопрос тоже всплывал, да. И также смогу объяснить, почему тождества и различия, вот эти два понятия, они как бы не имеют отношения ко времени и вообще как бы... То есть при определении времени не возникают, а возникают позже. Ну и потом уже поговорим, если получится, чуть-чуть о сознании и мышлении. Вот. Значит, ну, определение времени. Как я говорил, я определяю время как форму отношения сущего к самому себе. Что я понимаю под сущим? Значит, мне от сущего на данный момент нужно только одно, чтобы оно существовало. Вот. Это всё. И при этом я предлагаю как бы достаточно всерьёз воспринять вот существование. То есть понимать существование как то, что не может как бы вот как-то взяться, что мы не можем собственной мыслью придать там чему-то или отнять. Это очень серьёзно, если что-то существует. И очень серьёзно, если чего-то нет. Вот. Вот что нужно помнить про существование. То есть вообще говоря, правильно было бы определять, наверное, сущее, как то, что существует. То есть вот оно существует. А когда мы спрашиваем, а что, собственно, существует? Когда мы из существования как бы вычитаем... Когда мы из сущего вычитаем его существование, остается сущность, собственно, то, что существует, какая-то определенность. Но говорить про какую-то определенность у меня сейчас нет никакой возможности. Я подозреваю, что это и неправильно было бы сейчас какую-то определенность вводить. Но, с другой стороны, у меня есть подозрение, пока не окончательно, опять же, я определился с этим, что все-таки мы должны уметь считать, прежде чем говорить об определении времени и пространства. То есть, по крайней мере, говорить про то, что сущие одно или что сущих много, что-то такое мы должны уметь делать. Считать не в смысле какого-то счетного ряда, а в смысле различать единственность и множественность. Есть такое подозрение, но окончательного ответа у меня нет. Ты к делу подходишь как математик, на самом деле. Ну, может быть, да. Но я что хотел сказать. Основная мысль, которая мне пришла в голову, она точно так же, как то определение, она укладывается в одно предложение. Я говорю, что время есть отношение сущего к самому себе. Вот есть сущие, я обозначил буковку С. И про сущие я сказал, что для меня важно, чтобы оно существовало. Я не знаю, каково оно, я не могу ничего сказать про его сущность. Как вы понимаете, пока нет времени, я даже не могу в принципе вести какой-то разговор о том, тождественно оно само себе или не тождественно, потому что что значит тождественно или не тождественно? Оно просто есть. Сущие просто есть. И второй момент для определения важный – понимать отношение. Как я понимаю отношение? Я понимаю отношение самым простым способом, как просто отношение. То есть если сущие – это всего лишь сущие было, не какой-то субъект, не какой-то там абсолют, там бог, вот, все это я отметаю. Сущие было всего лишь сущим. Так и отношение – это есть всего лишь отношение. Это как бы соотнесенность двух, какая-то вот соотнесенность. И когда мы говорим про отношение сущего к самому себе, то возникает странная ситуация. Вот каким образом сущие может соотнестись с самим собой? Понимаете, если оно как бы соотнесется с самим собой вот так, то получится, что сущие как бы удвоило себя. Вот когда я говорю удвоило, я использую какое-то понятие уже счета, то есть я как будто умею считать. Мне не очень нравится такая формулировка, поэтому мне кажется достаточно сказать следующее. Что сущие не может, точнее так, сущие, находясь в отношении с самим собой, не может быть по обе стороны этого отношения. Достаточно простая мысль. То есть находясь в отношении с самим собой, сущие не может быть по обе стороны этого отношения. Потому что тогда бы, я добавляю уже, для людей, которые умеют считать, тогда бы как бы их стало два автоматически. Они как бы размножились бы, понимаете? А оно может быть только по одну сторону. В то же время оно вступает в отношения с самим собой. Потому что, как я как бы, в общем, забегая вперед скажу, да, все вступает в отношения со всем. Вот поэтому мы будем иметь пространство как отношения двух разных сущих. Разных не в смысле тождества или различия, а разных в смысле того, что они сосуществуют. Вот. И могут как бы соотноситься таким образом. Сущие, которое одно, да, оно и является одним, только в том смысле, что оно не может соотнестись с самим собой. Вот как бы соотнестись тем образом, чтобы сосуществовать с самим собой. Поэтому, когда сущие соотносится с самим собой, оно как сущие, как то, что есть, относится к себе, как к тому, чего уже нет. Уже, опять же, можно опустить и нужно опустить. Это какая-то добавка поздняя. Сущие как то, что есть, относится к себе, как к тому, чего нет. Вот так, простым образом, в отношении с самим собой возникает отношение, ну, скажем, бытия и небытия Иначе просто не сказать Сущее, оно само себя отрицает в этом отношении То есть только оно начинает вступать в это отношение с самим собой И сразу возникает вот этот, как бы, запрет на удвоение Почему он возникает? Еще раз, потому что вот это существование сущего, это не какая-то вещь, которую можно размножать Оно существует ровно настолько, насколько, как бы, существование ему дано Откуда-то, я не знаю, да, кто источник существования, есть ли он вообще Но важно, что это всего лишь сущие И вот все, что оно может, соотнесеть с собой как с несущим Вот, и вот, собственно, и возникает таким образом время И я бы даже, наверное, нарисовал это как-то, чтобы интуитивно было понятнее Вот так, да То есть сущие соотносится с собой как с несущим Иными словами, отношение к самому себе сущего Вот это отношение, форму которой я называю время Это отношение смены, преобразования То есть, всякий раз сущие, оно замечает себя Оно себя, как бы, отрицает Само себя заменяет на этом месте А допустим, времени не могут Так времени и нет Пока оно не вступит в отношения с собой Моего построение состоит в том, что все вступает в отношение со всеми То есть, время у тебя есть всегда Ну, что значит всегда? Всегда это так Когда ты всегда Петерологически нельзя обводить какие-то сущности Если у тебя изначально не бывает частоты этих сущностей Ну, здесь, во-первых, здесь не феноменология Во-вторых, здесь вообще невозможно разговор о том, что всегда, но не всегда Но, смотри, есть и время, есть и всегда Потому что у тебя сущности всегда вступают в отношения Это означает, ты не можешь вернуться в ту точку, где его не было И как бы возвращаешься А я и не говорю о том, чтобы вернуться в ту точку, где его не было Это же как вопрос о том, как Бог творит мир, понимаешь? Это вопрос о том, что вот это вот, как бы, время, да? Оно работает Оно как бы, оно всякий раз возникает Это вот отношение Это отношение, которое возникает и возникает и возникает Это не гензис, не перспектива Это можно было бы сказать параллельно, что время, оно рядом стоит Это можно было сказать, но это как раз то, чего категорически хочется избежать, потому что это тупиковый путь, как бы это путь определения времени, как пространство сразу, понимаешь? Как пространство, в которое сущее каким-то образом помещено. Мы к этому еще придем. Время у нас в конце концов в нашем сознании, мы поймем, почему мы мыслим время так, как ты предлагаешь. Мы это, по крайней мере, сможем как-то понять, мне кажется. Здесь, может, самый сложный вопрос, это термин существование или понятие существования. То есть, можем ли мы говорить о существовании? Уже вот первое слово существует, а что значит существует? Ну, это понимается как что-то... Нет, 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 существует. Что это такое? Можно ли говорить о существовании вне времени? Да, конечно, можем. И различия. То есть, если мы, во-первых, говорим, существует что-то, то оно отличается от чего-то? Ну, не обязательно, нет, почему? То отличается оно и не отличается, вот это важно. И давайте я сейчас немножко поговорю про пространство, и там возникнет различие, и то же здесь, и будет ясно... Тогда отличие уже возникло на ферме? Ну, нет. Мне кажется, мне кажется, вот если вспомнить Гегеля, вот, он говорит о том, что всякое различие, да, ну, это, кстати, так сказать, антипозиция, позиция, которая противостоит вашей позиции Александра и позиции Александра Бронза. Вот. Я, в принципе, стою на вашей позиции, что, как бы, изначально есть различие. Но вот Гегель говорит, что всякое различие возможно, когда изначально есть тождество. Изначально есть тождество, и на базе этого тождества, на базе возможности сравнить возникает различие. Если у нас нет различия изначального и представления, что такое существует, мы не можем написать эту букву «С». Да. Почему написали «С», а не «О», не «Б», не «А». Ну, потому что существует. Только поэтому. Существует существование? А, нет. Почему? Ну, существует существование. Нет, это не существование. Значит, нам до произвольного помогают. Мы действительно пока не можем сказать, вот, то есть, в чем проблема, да? Проблема в том, что мы, вот, начиная с того же Декарта, с эпохи модерна, мы все время вынуждены, над нами просто императив такой давлеет, мыслить все в некой перспективе субъекта, в перспективе взгляда какого-то, да? То есть, а кто вообще отделил эти сущие от этих сущих? Кто провел границы, да? Почему, вот, допустим, как само сущее может себя ограничить, да, и отделить себя от другого? Но это как-то странно себе представить, да? Как оно это сделает? Вот мы, допустим, мыслим «стол как стол», да? Вот. Но существует ли он сам по себе «стол как стол», вот, таким образом, как бы, очерченный, ограниченный? Я могу понять Гегель, когда он начинает с чистого тела. То есть, там, как бы, вот, это нечто чистое, начальное, и... Александр, вопрос о существовании предлагают вложить. Мы так бы никогда не понимали. Ну, это достаточно... Потому что, если я могу на другие вопросы задать, которые у меня ответят, что-то там... Это можно бесконечное термин убирать. Он говорит, что есть нечто, какая-то интуиция бытия, и... Ну, в принципе, да. Я считаю, что... Это вопрос не решаемый, на самом деле. Вот так вот быстро, сразу... То, что мы понимаем, что значит существовать, и что значит не существовать, это, собственно, наше преимущество, там, по Хайдегеру. Нет, что-то не существовать не понимали. Ну... Это не дано. Нет, не мы, а что-то не существует для нас. Не мы не существует. Ну, скажем так. Что-то, что-то это то, что существует. Да, действительно, то есть, что не существует... Не существовать не может быть. В этом смысле, понимаете, вот, ну, нам дано... Если бы времени не было, вот мы бы тогда понимали только, что такое значит существовать. А поскольку, так или иначе, как бы, ну, это все-таки уже по сознанию немножко разговор. Давайте отложим пока, да. Значит, теперь я хотел чуть-чуть про пространство поговорить. Вот. Там тоже есть некие оговорки, да. Ну, вот, тут я, наверное, вынужден действительно начать считать там, да. Я не знаю, откуда возникает много-много сущих, да. То есть, почему, как бы, их сразу много. Вот. Они еще даже никак не определены ни по отношению друг к другу, ни по отношению к самим себе. Но вот как-то вот их много. Вот. И важно, что... Что значит их много? Это значит, что вот это сущее существует, и это сущее существует. Вот это все. Больше ничего. И как только и то, и другое существует, они могут соотноситься уже, ну, как бы, не попадая в эту ситуацию. Вот. Ничто не мешает им соотноситься со существуя. Ну, Александр же говорил, а как ты их различил? А я их не различил. А почему я их должен различить? Почему я их должен различить? Они сами, они уже, как бы, различены. Нет, ну, ты берешь каждый раз другой сущее, но для тебя оно одно и то же. Нет, нет никакого для меня. Вот. Нет никакого здесь в этом разговоре для меня. Есть просто сущее и сущее. Вот. И важно, что, ну, просто отвлекитесь, да? То есть мы можем потом это попытаться в какой-то перспективе, там, субъективистской, рассмотреть, не уверен, что это получится. Ну, когда не получится, что ли, время не обязательно соотношение сущее с самим собой, а может соотношение с другим сущим? Ну, вот нет. Еще раз. Это очень важно, очень важно, что, когда сущее соотносится с другим сущим, это пространство, да, потому что они сосуществуют. Такое сущее, как динамика, да? Да это нет такого сущее. Как это нет? Динамика нет, движение это не сущее. Сущее. Что такое сущее? Нет, это не сущее. То есть мы теперь начнем попытаться, движение не сущее, что еще не сущее является? Мне просто интересно. Ну, я не знаю, что-то движение, отношение сущее. Движение, 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 движение можно как бы по-разному тоже понять. Я вот здесь вот провожу, да, время и пространство, и я вот здесь вот, хорошо, в следующий пункт, я не буду переходить к сознанию, я скажу, что такое движение. В смысле времени, в смысле пространства, они будут отличаться. Вот, как бы при... Да. Ну, давайте как бы немножко вернемся к пространству. То есть вот одно сущее и второе сущее. Почему-то их там два или много, вот, неизвестно про них пока ничего. Вот, важно только то, что они и то, и другое существуют. Это значит, что они могут соотнестись друг с другом, и они друг с другом, соотносясь, как бы не мешают друг другу существовать. Вот. И вот тут Гегель прав и одновременно, как бы, и не прав. Вот. Я считаю, что вот то тождество, на основании которого что-то может быть различено, это всего лишь и есть вот это самое бытие, существование. То есть то, что и одно сущее существует, и другое сущее существует, позволяет им быть соотнесенными в смысле тождества или различия. Это то первое тождество, которое есть. Тождество бытия. То есть одно есть, и второе есть. Все, как только одно и второе есть, они могут быть, они рядом уже, они рядом в смысле существования. Когда у нас что-то есть, а чего-то нет уже, уже, как бы, опять же, я опускаю это слово поразительное, когда одно есть, а другого нет, они не могут быть различны или, там, отождественны, потому что они не даны одновременно. Не важно, мы не самим себе, их просто нет. Очень важно, чтобы и одно, и второе существовало. Вот это я, вот под этим я понимаю, так сказать, всерьез отнестись к идее существования. Мы добавляем математические эти... Или идем, это будет после сознания, и будет мышление, мышление, будет движение... Существуют. Но это сущее? Нет. Нет, это сущее, но мы сразу же различили. Проблема на самом деле, и вы всегда здесь в определении. Так вот это, ты сказал, что что-то существует. Ну, еще раз. Мы начинаем перебирать, что существует. И уясняется, что непонятно, что существует. Ну, потому что на самом деле проблема вот всех античных философов, с которым число существует или не существует, математические объекты существуют или не существуют, непонятно. А какой уровень? Нет, это не другой уровень. Я могу сказать, это как бы мышление, которое... Значит, ну, хорошо, ты хочешь, чтобы я забежал совсем вперед? Вот я забегу. Я скажу тебе, что сознание, сознание, оно способно удерживать сущие в отношении его к самому себе и к другим. И это вот такое сущие, которое относится к самому себе и к другим, я назову вещью. И сознание будет способно удерживать вещи. То есть оно уже каким-то образом... То есть оно не просто удерживает сущие и относится к сущему, оно относится к вещи, тем самым оно знает про время. Вот. А мышление, это будет полная... Как не экспликация, а полная элиминация времени. Мышление будет удерживать как существующее, в смысле, как бы, в смысле уже не настоящего существования, а в смысле существования для мышления, оно будет удерживать и сущие, и как бы сущие несуществующие. Оно будет удерживать как бы сущие во всех его... То есть оно будет время превращать в пространство. То есть вот наше мышление только и состоит в том, что мы элиминируем время. Вот. Мы элиминируем время, и мы таким образом мыслим. Таким образом возникают идеи, таким образом возникают числа, таким образом возникает все это вневременный корпус идей, понятий, образов и так далее Это я забежал вперед Я понимаю, но проблема состоит в том, что как раз эти числа существуют без субъекта, они точно так же, как и присущие, точно так же существуют Нет, число как число не существует Существует вещь, существует сущее, число как число, как единица, два, его ты не встретишь Значит, сказать, что существует вещь, это богословский догмат, понимаешь, а не некая очевидность Потому что для того, чтобы существовала вещь, надо, чтобы она сама, эта вещь, была одной и той же, то есть много чего надо предположить Ну нет, на самом деле Когда ты говоришь, что существует число, то число не надо ничего предположить Ну вот мы видим уже, что вещь, ну опять же, ты заставляешь меня забегать вперед Вещь, чтобы существовать, она не должна быть одной и той же Вещь это просто сущее, которое относится к самому себе И вот это все, это конгломерат, я называю вещью Но не каждый день, это каждую секунду новое солнце, нет? Почему солнце одно и то же солнце? А почему оно не каждую секунду? Да потому что, если ты определяешь, сущее относится к самому себе и относится к другим сущим Там это С1, это С2, вот, С3 Здесь нет каждую секунду, все Вот этот конгломерат, вот это сущее в его отношении ко всему остальному, в том числе к самому себе То есть его как бы времени, в его пространстве То есть ты считаешь, что если ты в мышлении без времени придумал такую конструкцию Потом он бы как бы сказал, что это где-то там, в самом деле существует А потом время туда привнесено, то ты что-то как бы изменил? А где тут привнесено? Вот и вот когда сейчас обсуждаешь это, ты же мне временем все это делаешь, правильно? Мышление уже есть То есть у тебя уже вот эти все сущности, есть понятия, которые ты потом переместишь Как бы, якобы скажешь, что они сами по себе где-то есть И мы только как бы, они только разрушаем Ну потом мыслить-то по-другому нельзя Правильно, мыслить-то так, в общем, точно так же ведь и единица Из того, что она во мне сейчас без времени Это не значит, что ее не существует Единицы, двойки, тройки, все точно так же существуют Какие твои вот эти сущности На том же самом основании Я как бы сейчас провожу простые различия И речь идет не о том, чтобы Дать, скажем так Последнее определение, а речь о том, чтобы Вот эти различия удержать Я провожу различия, что Бывает ситуация, когда В отношении вступает что-то, что не может Сосуществовать в этом отношении Вот в этой ситуации Что-то вступило в отношение с чем-то И оно не может Сосуществовать в этом отношении с чем-то Понимаешь? Это такое отношение Которое, почему время Оказывается все-таки не цикличным Как я говорил в прошлый раз А оно имеет направленность Потому что это отношение асимметрично Это отношение, оно уже как бы в себе Содержит вот эту асимметрию Эту напряженность У него есть как бы вектор Одно есть, другого нет Это раз Здесь отношение абсолютно симметричное Обратимое Это отношение двух равных Двух сосуществующих И на том основании, что они оба существуют Они могут быть различными Дальше Пока это всего лишь отношение Как сказать Отношение двух Но на самом деле Почему мы мыслим Обычно пространство Почему как бы Выносим пространство куда-то вовне Почему у нас пространство становится Внешностью Здесь же пока нету никакого пространства Здесь просто есть отношение Как это станет пространством Мы начинаем понимать Что вот это отношение То, что в этом отношении содержательного есть Если оно там есть А оказывается, что оно там есть То, что есть в этом содержательного Оно не принадлежит ни одному сущему Ни второму сущему Оно как бы между ними Оно не является Сущностью Ни С1 Ни С2 Вот Содержание этого отношения И таким образом Как бы Оно является чем-то внешним По отношению И к С1 И к С2 И Они как бы Лежат в этом отношении Вот таким образом Пространство становится внешним Мы также начинаем мыслить Потом и время В конце концов Ну вот я говорю На мой взгляд Здесь возникают различия И Итождество Значит Что касается Движения Ну если уж попросили Пояснить То Мне кажется Это тоже На таком примере Различие Можно понять Как по-разному Понимают движения Вот Скажем Вся физика Вот абсолютно Как бы Вся физика Вот Понимает движение В конце концов Ну не вся Нет Диаграмма Фейнмана Там есть Как бы Такие Есть ростки Вот Не такого понимания Но В общем Вся классическая физика Как минимум Понимает движение Просто как трансляцию Движение Есть Как бы просто смещение Там Вот есть какой-то там Объект Там Я не знаю Вот Назовем его Вот И он смещается Вот куда-то сюда Все Вся классическая физика Понимает движение так Просто как перемещение Понимаете Как сдвиг То есть Сущие остается абсолютно неизменным Вот Оно не теряет свое существование Ничего оно не теряет Вот Оно просто Сдвигается Меняет свое положение Вот Я могу провести отдельную лекцию И хочу это сделать Да На тему того Как в физике Все понято Через пространство Как от сущего Там вообще ничего не осталось Вот элементарная частица Вот Ну так Опять же Вкратце забегаю вперед Элементарная частица У нее как бы Ее своего Сущностного Кроме зарядов Всевозможных Там Лектонного Там электронного Ну то есть Электрического Массы Как гравитационного заряда Кроме этого У нее ничего нет Все остальное Ее Все ее квантовые числа Все ее положения в пространстве Все ее спины Вот Это все стало пространством Это все стало ее положением То есть Это ее положение в конфигурационном пространстве Это ее положение в пространстве спины она стала вот такой точечкой которая просто расположена где-то единственное, что у нее осталось это набор зарядов поэтому у нас все частицы становятся неразличимыми, они все становятся одинаковыми и так далее потому что там все движение состоит просто по трансляции что такое движение в смысле времени как я понимаю какое-то утерянное понятие движения и у Гегеля оно возникает это движение, это превращение когда у нас было что-то одно оно исчезло и возникло другое здесь нет никакой трансляции здесь нет никакого сдвига нет ничего такого неизменного сущего здесь есть допустим цветок который раз превратился в плод а потом он раз превратился в семечко или еще во что-то это вот такое замещение здесь мы видим вот эту игру вот это движение самоотрицания это движение отъема бытия понимаете здесь просто как бы идет соревнование за бытие сущее самим собой начинает вступать в такое соревнование как бы оно и отдельно я потом еще может быть попытаюсь поговорить про фермионы и бозоны потому что это тоже важный момент вот эти две статистики их как бы различие оно каким-то образом связано с различием времени и пространства почему там фермионы они все занимают все разные состояния да и не могут ужиться на одном состоянии больше одной частицы вот а бозоны как бы спокойненько может быть бозоны как бы это и не частицы вот может быть это говорит о том что это как раз несущее но не будем двигать вперед вот это отдельная тема по поводу физики я говорю про движение да то есть здесь движение это превращение значит теперь опять же ну это такой прожект пока получается здесь сплошные лакуны но тем не менее что такое сознание в этой концепции сознание в этой концепции это ну чтобы говорить про сознание вот я говорю я бы ввел понятие вещи то есть пока мы говорили про сущее но когда но если у нас все что существует соотносится со всем в том числе и с самим собой то есть если как бы все что может с чем-то соотносить оно соотнесется да это как бы как как все потенциальное станет актуальным вот то мы уже сможем говорить про сущее вместе с его отношениями совсем со всяким другим сущим в том числе и с ним самим я это назову вещью да вот если сущее оно соотносится и с самим собой и со всеми другими сущими и вот этот конгломерат отношений это будет вещь и мы понимаем что у нас весь мир и это в принципе достаточно типичная распространенная ситуация там у Хайдеггера там у того же Наговицына когда у нас мир предстает как система как бы отношений система отсылок система знаков да в конце концов вот когда это некая сеть вот отсылающих друг к другу там объектов вещей я не знаю вот сущих вот так вот просто сущее это просто сущее оно существует и все но когда оно уже вступает во все возможные отношения то есть оно вступает в них не в смысле того что он вступает как-то во времени да оно просто когда мы уже мысливым вступившим во все эти отношения мы уже получаем вещь как что-то да вот С1 нужно рисовать С3 да С3 С4 С3-С4 черточки эти и захватив эти черточки все-все-все да это вот это как такой обрезанный там вот-вот какой-то такой в том числе и как бы и вот так вот так и вот все это вместе это все вместе да я называю вещи да это в другие сущие не входит они являются границей они являются границей и они точно так же содержат в себе вот эти отношения вот мы как бы режем по отношению получается вот с одной стороны с другой стороны вот когда мы имеем эту систему отношений мы можем осуществить такую математическую процедуру, какую-то мыслительную процедуру, сознательную, может быть, как исключение этих сущих и вычленение именно этих отношений, системы отношений. То есть увидеть структуру, а не сами сущие. И когда мы видим структуру, мы получаем пространство. То есть не просто отношения двух, близость, дальность, соотнесенность. Я говорю, физики, кроме пространственного понимания различия, никакого другого практически нет, кроме заряда. Так вот, мы получаем пространство как нечто внеположное, в которое мы уже вкладываем потом сущее. Вот так возникает у нас представление о пространстве как о чем-то самостоятельном, куда уже помещены потом сущее. То есть как бы это готовая система вот этих отношений, куда можно что-то поместить. То есть пространство это несущее само все. А, ну конечно, несущее. Пространство это форма. Только это не просто форма. Вот это отношения имеет как бы... То есть пространство изначально на прошлом еще семинаре предлагалось вводить как... Понимаете, пространство как форма отношения сущего с иным. Маленькое будет подъяснять. То есть сущие является только материальное. Потому что пространство и не сущие, время и не сущие. Материальное. Смотрите, ладно, хорошо, слово материальное вам не нравится. Форма не является сущим. Достаточно тебе этого. Форма не является сущим. То есть, если мы видим медный шар, то вот этот... Форма шара не является сущим. Не является. Форма его не является, да. Шар является, форма нет. Непонятно. Форма не сущая, а шар сущий. Это как? Ну так. Ну что, сущим является, собственно, как бы... Ну что, форма, 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 она может быть осуществлена, может... Как бы... Осуществленная форма это сущая? Осуществленная форма? Ну, так бы, осуществленная, да. Ну, так это... Она осуществлена всегда конкретно. Вот в этом шаре. Правильно. Это конкретный шар. Конкретный шар и есть сущая. Так, а конкретно единичное, как одно единичное, то это сущая? Что значит одно единичное? Как конкретно единичное одно. Единицы точно так же сущие, как и осуществленная форма. Ну, я не согласен. На том же самом основном. Ну, нет. Ну как? Что-то осуществлено как одно, значит, она единица сущего. Быть одним, это точно такой же, быть точно так же сущим, как и сущим, быть шаром. Но ты говоришь про аспект. Вот есть сущий, у него есть разные как бы аспекты. Его форма, она многообразная. Она в том числе форма единичности или форма множественности, форма шара или форма чего-то. А того, что она как бы вот такова, форма не становится, существуешь. Ну, я не знаю. Я же совершенно в классической парадигме двигаюсь. Я понимаю, что можно... Да нет, никогда так. Ну, у Аристотеля не так. Понимаете? У Аристотеля именно так. Нет. Ну, никогда. У него есть вещи, они существуют. У Платона так, идеи у него существуют. У Аристотеля есть форма. У него витерного движения. Там чистая форма, у него нет матери. А я двигаюсь. Это Аристотель, это Гегель, как бы. Это всегда будет ситуация, что форма, она, ну... И у Гегель тоже форма существует точно так же. Существующие это. У Аристотеля даже категории существующие. Только они существуют через сущие. То есть, через сущность. Они не сами... У него есть разница между существованием самим по себе и существованием через что-то иное. Ну, я говорю про существование самого по себе достаточно. Нет, ты сказал просто существование. Ну, это я имею в виду. Поэтому я и придираюсь, что, как бы, математические объекты, категории, там, все это существует, на самом деле. Точно так же, как я иду, это все и то, все сущие. Ну, мы, как минимум, понимаем, что не точно так же. Мы понимаем. Нет, это точно, это сущие. И мысль существования. Все это сущие. Ну, мне кажется, ошибочно было бы так их называть. У тебя просто... Ну, ты как бы... Ну, по-моему, у тебя представление такое. Ты считаешь, что существует только материально. Нет, я не считаю, что существует только то, что существует. Если ты, допустим... Как понятие существует... Вот воспоминания, воспоминания. У тебя есть камера существующая, а есть воспоминания о камере. Вот я говорю, что воспоминания, конечно, есть, как воспоминания, но камера, существующая в этом воспоминании, она не существует. Ты понимаешь это, да? Нет, вообще, я к тому разговору, что у тебя изначально... То есть, так же и число. Изначально, в смысле, сущего там. Потом, когда переходим к тому воспоминанию и прочему, это уже отдельный разговор. Нет, ну, я-то не считаю... Я не считаю, что разговор о числе и о воспоминании это отдельный. Я считаю, что только благодаря тому, что сознание имеет возможность удерживать именно сущее в отношении к самим собой, то есть оно как бы тем самым, оно не снимает время еще как мышление, но оно уже во времени как бы существует, ну неправильно сказал. В общем, оно соотносится с вещами, а время оно уже будет снимать, мышление уже будет снимать время, и именно тогда, именно потому это оно будет делать, потому что есть вот такая вещь как память, не знаю как, реализованная и так далее, но она есть. То есть благодаря памяти, я считаю, возникает и несуществующая камера, и возникает и число, и возникает и понятие, категории и так далее. Мы понимаем прекрасно, что воспоминания у всех различные, а число для всех одно и то же число. Единица для марсианина, для нас, для кого-то, для Бога, это одна и та же единица. Математически оно не зависит от того, что я там себе воображаю. В этом смысл математики, что она как бы божественная, понимаешь? А у тебя, куда-то, воспоминания разные. Можете так вообразить, так вообразить. Сущая это непосредственно. Вот единица может быть непосредственная. Еще раз говорю, у в разговора это немножко уже такой субъект. Нет, тем не менее, сущая это непосредственно. Он был не генеменология, а метафизику, где нет никакого субъекта, поэтому непосредственно нет. Ну почему? Есть же по чистое понятие непосредственно. Ну, скажем так, в каком-то смысле, я согласен с игре, то есть вот эти сущие, которые существуют, они непосредственны. Когда они вступили в отношения друг с другом, они опосредовались этим отношением, они стали вещать. И вот эти отношения их опосредуют. Григел эн копилокирует, что там же не важно для кого она стала непосредственной. Просто , как понятие, непосредственно. Хорошее объяснение одного понятия через непонятное и другое. Я придумаю третий и объясню в то хоть, а они не понятны ничего Practioner – непосредственность Слово непосредственного подразумевает отношение В другом случае «опосредwayasiae» Просто непосреда А посредование – можно удалять непосредственные А посредifyasi. А посредование нам далоinguém опосредование с другим это у пространства хорошо привет всем метафизика потому что метафизика у меня догмат я же пытаюсь понять как бы это может быть на самом деле разговаривать о том как это относится к реальности а если идет о сне антона то хороший сон антона чем хорош тем что он позволяет удерживать это различие пространство и времени очень четко мне кажется ну абсолютно как бы четко ну а я даже предлагаю время это один а пространство это два совершенно можно абсолютно и никак и кто-то есть и так думает от моего сона улата будет ничем не отличаться все правильно как никак не отличаются разные сны разных философов противоречивших друг другу не согласен потому что все-таки здесь как бы присутствует и некая феноменология вшитая феноменологические факты какое-то понимание что вот именно это время это пространство у нас есть ну это как глупо отрицать я говорю проблема сущего это как раз состоит в том что как быть с такими ну мы дойдем то что просят сущим вот мы имеем эту вещь да вот и сознание я считаю это не отношение просто как бы мы могли думать вот из какой-то там особое сущее который является как мы назвали его субъектом она относится ко всем вот этим вот другим сущим это ошибка это не так вот сознание это как бы это возможность отнестись к вещи вот этому конгломерату а точнее как бы это когда у нас вот все это весь этот мир да который представляет собой вот это множество сущих когда он организовался в эти отношения и когда он организовался уже в отношении вещей несущих а вещей когда у нас уже не с 1 с 2 в 1 в 2 и так далее вот это есть сознание получается сознание сущность субъекта если сознание без субъекта вот нет вот сам же субъекта нет сам самосознательно как бы так уже перед приносить к нам но они сущие и сущие и именно данные вещи нам сознания ну это как бы так уже перед приносить к нам но они сами по себе как вещи есть сознание то есть некий например от сущего очень хороший такой такой на уровне первого класса философского разговора что есть как-то там сознание и как-то там и что-то там да они будут не совсем так либо феноменология мы говорим что если на ней ничего нет на самом деле здесь все очень невозможно прыгать очень феномологически потому что мы действительно всякий раз как бы то есть что позволяет нам вообще как бы говорить про существование что позволяет нам говорить про движение то что мы не просто видим какую-то сущие да вот то есть относимся к какому-то сущему а то что мы относимся к нему имея в виду его отношение к саму себе то что мы как бы оно дано нам как бы как ну вот у александра да это как бы темпоральный объект вот он такой вытянутый вдоль оси времени понимаете но это как бы только просто какая-то пространственная форма вот на мой взгляд того что происходит на самом деле на мой взгляд мы относимся именно сразу к сущему в его отношении к самому себе то есть мы сразу видим ну это 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 чудо на самом деле вот это чудо что так вот в этом чудо сознание что мы вот эту какую-то внутреннюю внутреннюю историю сущего вот мы ее способны воспринять и отнестись к ней вот а дальше дальше когда мы начинаем это дело как как найти как вот как патологоанатом там начинает девушечку разбирать да вот так же мы начинаем разбирать все эти отношения вот при помощи то есть мышление есть как бы разворачивание всех этих отношений в некое пространство она не встречает никаких препятствий при при как-то при работе с отношениями которые имеют форму времени потому что там и так существует в форме пространства потому что там и так существует сущий вот оно как в Bitcoin не etiquette насилие мышления когда оно работает с отношением сущего к самому себе потому что оно превращает мышление превращает это отношение в отношении двух сосуществующих у нас уже будет не сущие относящиеся к себе как несущего в мышлении она уже будет как сущие одно . в общем как бы в мышлении вот этого это отношение пропадет она станет еще она станет таким же как пространственное отношение на самом деле как бы замечание осознала ночью похоже на то что рассказывает 9 именно у него на самом получается так что сущие такой сущий как сознание она была этой способностью что она может соотноситься с собой сохраняя саму себя получается так что когда сознания соотносятся чем-то другим то оно соотносять с этим другим и из такой у него такая какая-то есть такой другу этот перевод так как раз азнайна себя и вучаствовать иca стачать такая вещь что как бы когда сознание обращается саму себя туда и противоположный предмет тоже как может возвращаться саму себе то есть на самом деле у меня получается что преобразование сознания в своем соотношении с предметом идут параллельными систем как предмет соотносятся с самим собой. Причем, в соотношении предметов с самим собой, они как бы, в каком-то смысле, дублируют то, что происходит в сознании. Когда с каким-то метрамофозом происходит сознание в его соотношении с самим собой, точно так же ортогонально соотносящийся с ним предмет сотрудник administrate и эти же преобразования совершает. И поэтому он переходит от одной формы к сознанию и от другогося. Каждый раз меняется предмет, потому что каждый раз предмет точно так же станет рефлектированным, как он говорит. То есть то, что ты рассказываешь, ты просто оторвал метафизику у Гекеля укладывается в феноменологию. То есть просто сознание, такая сущность, которая может оставаться равной самому себе по отношению к различным предметам. И когда сознание каждый раз рефлектируется и обращается к самому себе, то еще так же и предмет становится рефлектированным и обращается в себе. И метаворфозы сознания, и метаворфозы предметы идут параллельно, поскольку они каждый раз соотнесены существенно. И вот такой проект. Ты расскажешь про это, у тебя получается есть метафизика какая-то, подвисшая в воздухе, платоновская. А потом вдруг раз, и сознание вдруг открыло глаза. И я так просто хочу сказать, что... И возникла феноменология. Вот это сущее, да, оно просто не может быть ни тождественным, ни тождественным самому себе. Пока вот это отношение не станет отношением пространственным, пока оно не станет отношением в мышлении. Когда мы мыслим уже это отношение, когда мы мыслим, мы мыслим их одновременно, вот тогда как бы мы начинаем говорить тождественное сущее самому себе, или оно различается. Но пока это отношение и соотношение отрицания бытия самого себя, ни о каком тождестве или различии речи быть не может, потому что они просто не сосуществуют. Оно сущее как бы не сосуществует с самим собой. Вот Игорь как бы... Я хочу просто... Один единственный тезис, который у меня здесь был, вот в расширении своего определения пояснить Игорю, значит, у меня было определение, что время есть форма отношения сущего к самому себе. Вот. Я добавил, как бы, что форма этого отношения оказывается временем, потому что, когда сущие вступает в отношение с самим собой, оно не может быть по обе стороны этого отношения, потому что оно всего лишь сущие. Оказавшись по обе стороны этого отношения, оно как бы себя бы удвоило. Вот. Оно как бы существовало бы в двух лицах. Вот. А это невозможно. Поэтому, вступая в отношение с самим собой, оно вступает в отношение с собой как с несущим. Вот. Как это ни странно. И это и есть отношение времени. Тут у Игорь еще как бы... Ты на самом деле когда говоришь, что два звука сущие может с самим собой соотноситься, это же вот некого рода определенности того, что мы называем сознанием, а не того, что мы называем сущим. Ну почему? Ну почему так? Почему мы решаем сущие возможности? Ну вот мы никогда, некоторые люди переносят... Понимаешь, в чем дело? Анимируют машину. Моя машина дает имена, там, моя любимая, ты страдаешь, и переносит все как бы человеческое. Нет, такое не надо. Точно так же, на философском уровне перенесено свойство сознания, которое может с самим собой соотноситься, на свойство сущего. А мне кажется, наоборот, как раз. Мне кажется, наоборот, что вот вся финалогия, вот, основной претензий к ней, даже не то, что она неосуществима, да, вот, как философский метод, а то, что она, ну, как бы, она человекоцентрична. Она постоянно, как бы, как сказать, в конце концов, она все сводит к человеку и не позволяет, как бы, сделать шаг за пределы человека. Это ограничение нашего опыта. Если мы говорим, что мы только исходим из опыта, ну, там опыт наш устроен. Ну, ну, в этом гордость определенная, в этом, как бы, гордыня человеческая есть, потому что все, что, как бы, вне моего опыта, не существует, говорит филология. Понимаешь? Ну, потому что она держится только того, что чего может быть. Ну, мало ли, что она там держится, да? Ну, а ты по которым занимаешься? Ты считаешь, что, как бы, это более благородно, конечно, я согласен, но какое оно отношение имеет к тому, что, как бы, как бы, на самом деле, да? Может, всегда, как бы, не милость в рядестве? Ну, а чем это, вот то, что Атон предлагает, хуже, чем феноменологический подход? Еще раз говорю, феноменологический подход, я не имею в виду конкретно феноменологию Гуссель, может быть, феноменологию Гуссель, не специфический подход, а я имею в виду феноменологию в смысле того, что опора на опыт. Вот у нас есть только наш опыт, и в этом опыте все как вот есть, как уложено, так оно уложено. Ну, это же... Не прибавить, не отнять. Ну, это же, на самом деле, это рассуждение от лукавого, мы уже отлично понимаем, что всякий опыт определенного рода теоретически нагружен. Ну, правильно, я же не говорю, Еще раз говорю, опыт теоретически нагружен, это значит, как он устроен. Он в том числе теоретически нагружен, в нем существуют фантомы, иллюзии, в нем много чего есть. Но просто настоящая феноменология, она не должна сдвинуться, скромно того, что сказать, о, все это есть. Дальше она не должна двигаться, потому что всякое другое движение будет уже потери, как вот этого непосредственно. Всякое другое движение будет наукой просто, человек. Наука вперед, опираясь на опыт. Просто поэтому она будет это делать лукаво, понимаешь? Она будет это делать лукаво, вот, так сказать. Наука будет лукаво? Нет, нет, феноменология. Говоря, что, ой, нет, я такая феноменология. Хотя на самом деле она занимается тем же самым. Ну ладно. Нет, ну феноменология против метафизики, это как бы то самое, как бы, противостояние, которое... Которое и дальше было, и сейчас. Вся вече между фенологией и метафизикой несущественно. Ну оно просто здесь не имеет отношения к этому. Ну я говорю, давайте допустим, что существует какие-то там, непонятно что. И потом будем обсуждать, какие они бывают. Вот есть вещи в себе, давайте обсудим, как вещи в себе, как они существуют. Нет, достаточно, чтобы нам было понятно, что мы обсуждали. В этом весь вопрос. Если я что-то не пояснил, если это непонятно, я согласен. Я говорю, что право арбитра, Булат, мы знаем ваши границы к философии. И давайте так, когда выходят за пределы этих границ, это не значит, что мы должны прорвать и тут же обсуждать, почему это мы набрали снабженности выйти за пределы этих границ. То есть получается так, чуть шаг в сторону от каких-то, как на самом деле, феноменологий, так начинается выяснение, а почему вы это делаете. Да нет, выясняется так, как человек должен заявить, что я занимаюсь нефеноменологией. Он это заявил сразу, сначала. Я сказал, что в прошлый раз с этого начал. Сразу, это нефеноменология. Да не надо переходить к никакому сознанию, откуда сознащение. А как оно возникает? Как из проверки что-либо лезает? А как сущие возникает? Ты не задавай мне вопрос, почему есть нечто, а не ничто. Давайте сразу договоримся. Этот вопрос как бы не задавать. Почему сухие существует? Сознание сущие? Так понимаешь, оно принципиально обогащает мир. Я не считаю, что... Но здесь только сущие в начале. А откуда сознание существует? Я не считаю, что оно может возникнуть логически, что оно может возникнуть закономерно. Нет этого. Я думаю, что это как бы чудо, понимаешь? Это чудо. Почему как бы у нас некая структура обогатилась? Все равно, что было у нас пространство векторное, да? И вдруг как бы мы добавили туда еще, не знаю, какую-нибудь метрику добавили. Или добавили там еще... Ну, в общем, оснастили его какими-то дополнительными свойствами. Как это возможно? Понимаешь? Ну, вот как-то. Давайте, по крайней мере, различим, чем отличается вот такое простое пространство сущих от пространства сознания и от того, что у нас будет в качестве, скажем так, пространства мышления. Вот это различим. И мне кажется, это можно сделать. Я выясню, Влад, в чем-то. Здесь повторю, нет никакого герезиса. То есть, допустим, вот у нас есть некая картина, и мы ее изучаем на предмет наличия связей. Каких-то. Вот мы заметили, вот-вот связь. О, да-да-да, все. И, а это у нас будет время. А то мы смотрим, нет, а еще закручивается вот так, и здесь, и здесь. А вот пространство. И это не то, что это порождает. А вот у нас мир есть, и мы в этом мире пытаемся, в данном случае не в этом мире феноменальном, а в мире философии и в мире мышления пытаемся вычленять какие-то структуры, которые, на наш взгляд, а вот это, да, похоже, вот описывается так, как мы мыслим пространство. Это как описывается сознание, вот это описывается как время, а вот мышление, а вот оно вот так вот разворачивает эти связи в пространстве, временные связи сворачиваются в пространстве. Возражение, это же не мое личное возражение. А не аж. Человек, человек, как бы, хочет же не просто, чтобы вести какое-то свое время штрих там и пространство штрих. Он же ведь и претендует на то, что это то самое время и то самое пространство. И то самое. Не, ну я уверен, что на это претендует. Если бы он сказал, у меня вот какое-то время штрих, если пространство штрих, я бы обозначил одну альфу, другую альфу, и то самое. Блин, не то самое, я расскажу байку. Тогда байку, у меня никаких подражений нет. Влад, Влад, я расскажу байку, сижу, я еще в физические годы на какой-то лекции по физике вакуума, где-то там в доме ученых, все рассказали, физики там все спорили, и вдруг тянет руку старикан, я слушал, слушал, так классно все, вакуум, вакуум, а вы мне объясните, почему, когда я банку на ногу напяливаю, откачиваю туда воздух, а ревматизм проходит, там же вакуум, как он мне помогает? Так вот, это тот же вакуум, а он такой же вакуум, который физики говорили, такая пространство точно так же относится всем вакууме. То сознание, которое вы любите, обсуждатели, субъекты, это какое-то ваше, свое, личное какое-то, когда не надо спорить с нами, понимаете, я когда каждый раз спорю, только я всегда подразумеваю, что есть некое сознание, о котором мы говорим, как сущность, есть некого рода субъекта, объекта, который всем понятен, что это часть, и даже здесь. То есть, что нет одного, вот только, вот как на самом деле, а вот так вы знаете, как на самом деле, а они не знают, как на самом деле. Вы мне неправильно это расставляете в центре, я хочу сказать, что есть какое-то для всех, мы же живем в мире, да, как в машине. Нет для всех. Нет для всех. Вот, давайте... Ну вы же больше всего скажете, что нет для всех. Тогда мы продолжим, вообще всегда будем молчать. Я продолжу, как бы... То, что я должен был бы считать, что я говорю что-то свое, и все. Какие выражения? На самом деле, что меня смущает, вот, я сейчас буду критиковать, да, все это построение. Что меня смущает? Вот, говорить, что в пространстве есть форма отношения сущего к другому, вот, мне смущает здесь, что отношение сущего к другому все-таки, ну, не сводится, на мой взгляд, и тут мы вспоминаем какую-то финологию, не сводится к исключительно пространственному. То есть, можно ли... Ну, это я критикую, как бы, не столько себя, да, сколько Декарта, наверное, вот, то есть, нельзя всю, всю вот эту определенность пространственного, точнее, всю определенность невременного, вот так, определить как вещь протяженную, потому что, ну, есть вот эта проблема квалио, да, есть проблема качества, вот, и качество это, вот, ну, его просто, как бы, не свести к какому-то пространству, и главное, откуда оно возьмется там, да, откуда возьмется эта определенность качества. И недаром в физике даже остаются вот эти вот заряды, да, как меры взаимодействия. То есть остается хоть что-то качественное, не удается все свести к пространству. Самое страшное, что и отношения точно так же сущие. Нет, нет, отношения это не сущие. Нет, если ты же говоришь, что у тебя у вас все сущие отношения по категории, по форме, все сущие. А содержание отношений может быть разным, согласен. Что я еще хотел сказать? Что я еще хотел сказать? Вот это возражение не в сторону феминологии, а в сторону, скажем так, ну, кантианства какого-то, скорее. Очень хочется действительно, и мы постоянно замечаем, да, мыслить это все с точки зрения какого-то субъекта, да, который придает там формы вот этим все, этим отношениям, который придает формы определенности вещам и так далее. Вот, потому что мы спрашиваем, а откуда как бы все эти формы-то взялись? Откуда взялась эта множественность сущих? Вот, откуда возьмется их определенность и так далее? Но, я что хочу заметить? Ведь вопрос о том, откуда они возьмутся в этом субъекте, да, в этом сознании, которое потом набросит их там на этот мир, вот, он не менее удивительный, понимаете, откуда... Как вот, как субъект, там, я не знаю, там, сознание может родить все эти формы, откуда оно их возьмет? Ему ниоткуда их взять. Вот когда Канн говорит про, там, про природные формы пространства и времени, так, откуда они взялись, понимаете, и все остальные формы? Из небытия. Ну, нет, понятно, что из небытия. Но я к тому, что они с тем же успехом могли взяться, как бы, сами по себе, понимаете, да, в мире, вот, условно говоря. То есть, они могли взяться и не быть должны своим существованием какому-то там субъекту, вот. С тем же успехом, с каким они, как бы, порождаются или как-то возникают из субъекта. То есть, откуда субъект их все эти формы, в том числе все эти качества, все эти количественные различия, все эти квалио. Но если твои следуют логике, то они просто из взаимоотношения. Они, да, они, в моей логике... Взялись, из взаимоотношения взялись, как отношения, но только снятые уже, не так вот, как у тебя, а снятые и осмысленные в виде понятий. Да, да, да. Так у меня. Но эти различия все, как бы, еще, ну, они все все-таки в моем случае, они лежат в самом мире. Да, то есть, они будут, как бы, эксплицированы, они будут мышлением как-то вытянуты, но они есть в мире. Это не есть. Поэтому отношения точно так же сущие. Ты сейчас сам просто разговариваешь. Ну, потому что если у них в самом мире отношения есть, значит, отношения сущие. Ну, нет. Ну, как? Ну, почему? Ну, потому что отношения... Хорошо. Подожди, почему ты можешь руками потрогать существует? Ну, сущим я... Почему то, что нельзя потрогать руками? Ну, сущим я называю... Нет, ты не путай отношения и понятия единицы, потому что они не существуют по-разному. Я понимаю, что по-разному, но они у тебя... Отношения не существуют, потому что оно не может существовать без того, что относится. Оно не может существовать само по себе. Вот, как бы... Оно не может... Оно не может существовать вот так. Подожди, оно само по себе не может существовать, но оно существует через другое, через взаимоотношения. Ну оно существует как отношения. Но оно существует. Но не как сущие. Так оно точно так же сущие, поскольку оно существует, но через другое. Сущие это то, что уже существует и не нуждается в чем-то. Нет, подожди, подожди, это новое определение. Нет, нет, но это просто сущие. Нет, нет. Оно как бы не может существовать больше, чем оно существует, но оно не может существовать и меньше, чем оно существует. Ты понимаешь? У Аристотеля, кстати, очень заметно. У него есть то, что существует само по себе и благодаря самому себе. Это одно. Между прочим, у спиноза это только субстанция существует. Само по себе и благодаря самому себе не нуждается в чем другого. Я не говорю, что благодаря. Потому что я не знаю, когда ли чем он. У Аристотеля только сущность существует. Сама по себе и не нуждается в чем другого. А все остальное существует через сущность. Но точно так же существует. Вот что было проблемно. Сущность я по-другому немножко определяю. Сущность в смысле и у сия Аристотеля. показалось что было бы правильно первую картинку перенести то есть снизу под каждым из них они тут только вот вот в этой связке они могут иметь отношение друг другу нет и тогда можно рассматривать то есть здесь как-то нужно вводить я я вот что хотел сказать что вот в чем проблема как бы то есть почему почему как бы сознание привносит что-то новое то потому что это игры сознание она может соотнести вот так уже вещь да вот как вещи а мышление она вообще может вот так вот соотнести вот вот у нас там бюджетом мышление на как бы она от не она отменяет вообще понятия бытия она как бы придает своем быть и все ну а о чем мысль поэтому там возникают единицы поэтому там возникает понятие отношения вот которая вроде как существует вот она все а чем нам Thanks ему мыслит она мыслит как существующую но в каком-то своем смысле уже то есть это не дни мереальное существование не знаю какой назвать это давно в мышлении и мышление домой это и это я не могут быть соотнесены потому что они даны я не даны все одновременно потому что в мышлении нет времени просто когда ты был отговорить что сознание из пространства я с этим как бы согласен сознание пространстве чего погружено и мышление иначе все что в мышлении есть мир а я говорю что нет мышление есть некая работа над содержанием сознания некая препарирование то есть вот такое такое сознание да а дальше мышление начинает все эти связи превращать пространственные отношения она как бы всему придает равное существование то есть сознание вот я объясню в чем разница в сознании мелодия так мелодия существует как отношение тонов последовательных звуков и причем эти звуки последовательные до мелодия они не даны одновременно они не существуют одновременно то что это был бы аккорд но при этом они все равно сосуществуют в неком отношении до в отношении тому отрицали потому что если бы они как бы если бы вы просто имели в сознании один звук мы никогда бы не имели мелодию но то есть я говорю что сознание есть сознание есть мелодия как вот как такое отношение звуков мышление же тогда мы допустим мышление когда мы мыслим эту мелодию мы записываем допустим ее на нотный стан и вот и все эти ноты все эти ноты все эти ноты они сосуществуют для нас как бы вот смысле вот этого графического изображения или в смысле там когда мы просто мыслим эту мелодию они существуют одновременно они уже совсем другом смысле существуют одновременно одно дело там допустим воспроизвести мелодию мысленно опять же как воспоминание мелодии сознание как некую целостность вот это вот которые содержат такие отношения внутри себя вот а другое дело игру иметь перед перед собой нотную запись и там ты точно так давно можешь мыслить и там ты можешь видеть что здесь какие-то интервал понимаешь ты можешь осознавать я там конечно не могу и аналогии не доступны нет но нотный листок ты осознаешь как аналогические данные да но вот самомышление состоит здесь его специфика состоит в том что ты элиминировал здесь существование то что у тебя все ноты все эти даны одновременно поэтому ты можешь вычислять эти интервалы нотные поэтому ты можешь гармонию там выстраивать и так далее ты ими оперируешь как кубиками которые лежат на одном столе в то время как они сменяли друг друга они не сосуществовали и даже когда ты воспринимал их сознание они заниматься перебирать потому что они удержаны сознание да совершенно верно я согласен с тобой если бы сознание не было думать все время слышали бы 11 тонн потом другой тонн и никакой связи никакого отношения между ними да не было бы специализации между мышлением и мышлением сознанием поставил как рядового рядоположенные какие-то способности нет они последовательны последует это последовательно когда не есть любовь усиление структуры и не есть и во всем есть это история о том как как бы вот это различие бытия и небытия уходят у вас у вас как специфически вы в моем сознании штрих который чисто моё нет ничего вы просто по-русски нельзя поместить никуда вы еще сказали вы не претендуйте ни на чего не претендуйте ни на что не претендуйте ни на что у вас мое богословие а человек претендует и поэтому имеет право к нему именно такие вопросы докопаться как на самом деле это просто имеем право докопаться даже нет просто вот это же твоя задача была различить сознание мышление вот я предлагаю тем способом что мышление ничего не существует не сознание ну можно в сознании но она вложена понимаешь в чем специфика вот мы все время говорим то вот в чем специфика сознавать нечто и мыслить нечто вот я тебе говорю что специфика в том что сознаем мы вещь которая существует и весь причем как в вещь времен а как вещи вот вот так мы сознаем а мыслим нет а мысль оно же сознание да Я уже сознание таково, понимаешь? Когда я говорю о сознании, сознавать можно самого себя, а не сознавать ни чего. Вот, вот. А теперь по поводу самосознания. Самосознание, это вот самая интересная ситуация. Это когда вот некая сущее начинает относиться к себе не таким способом, а относиться к себе как раз как к другому. Когда оно одновременно существует и относится к себе как к несуществующему, то есть относится к себе временным способом. Мы существуем, мы себя сменяем. Но почему мы, как бы, можем говорить про то жество с собой, про различия? Как мы вообще узнаем эту разницу? Потому что мы относимся к себе как к другому. Мы относимся к себе как к рядоположному другому. Собственно, в этом мышление не состоит. Почему для самосознания нужно мышление, мы понимаем? Почему для самосознания нужно мышление? Потому что нам нужно вот это отношение бытия-небытия элиминировать. Нам нужно сделать их со существующими. И это возможно мышление.